Добрый день! Сегодня мы поговорим с вами о мысли. Мои мысли, мои скакуны. Иногда мы можем слышать из уст наших певцов и исполнителей современных песен. И действительно, как скакуны, они как бы мчатся, пробегают, оставляют какой-то след, пыль, пургу, грязь. Но вот давайте поговорим о мысли, о том, что сегодня смущает многих людей и практически каждого человека, причем не только мирского, духовного и даже облеченного монашескими одеждами. Мысли, которые всеваются к нам от сил тьмы, которые так и называются прелогами-вражьями. Очень серьезная сегодня беседа, поэтому я попрошу вас отложить какие-то важные, может быть, дела, не отвлекаясь, послушать, чтобы мы что-то поняли из возможности сегодня эту тему раскрыть. Итак, у нас иногда бывают очень грязные мысли, у нас бывают очень срамные мысли, у нас бывают очень плохие мысли, у нас бывают богохульные мысли, у нас бывают безбожные мысли. Еще раз я обращаю внимание, это касается не только мирских, это касается духовных людей, людей, облеченных священным саном. Откуда это? Это от врага рода человеческого, от дьявола. Кроме Бога, не сомневайтесь, есть еще и дьявол. Как в этом окружающем нас мире? Есть свет и тьма, есть добро и зло. Есть сытые люди, есть голодные. Есть люди, любящие Бога, есть, которые не признают и ненавидят Его. Есть Бог, есть дьявол. Потому что, если бы Бога не было, как бы было на земле столько людей, которые бы Его любили, слушали и служили Ему? И как бы, если бы Бога не было, было бы столько людей, которые столько Его ненавидят, которые так ненавидят Бога, что готовы убивать за веру других людей. Если Его нет, зачем убивать людей за веру? Это еще одно доказательство того, что Бог есть. А происходит это потому, что у человека в мыслях не свои и не божественные, а иногда он пропускает в себя мысли от духов злобы поднебесных. Вот почему апостол Павел говорит, что брань наша не против плоти и против крови, а против злобы духов поднебесных. Вот эта злоба духов поднебесных, этих злых, нечистых, мерзких, падших духов, которые реально существуют, не сомневайтесь. У дьявола есть одна победа в современном мире. У одного старца такое замечательное выражение и есть. Я вам его приведу. Самая большая победа сатаны заключается в том, что ему удалось убедить многих людей, что будто бы его нет. А раз его нет, зачем молиться, зачем нам священников слушать, зачем эти программы передавать, зачем храмы строить, зачем, если нет сатаны и нет Бога. Представляете? Живи на яркой стороне, покупай, пользуйся, ни в чем себе не отказывай. Живешь один раз, все должен успеть. Вот какие тезисы входят в сознание людей, которые оставляют память о Боге, память о вечности, память о царстве, которое мы должны искать прежде всего, о чем Господь и говорит. Ищите прежде царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Итак, мысли, которые нас посещают, бывают очень плохими. Что нам с вами делать? Давайте об этом поговорим. Прежде всего, святоотеческая литература, вся святоотеческая литература говорит о том, что их не нужно принимать, эти мысли. Какие бы плохие мысли мы не принимали бы, мы не должны с ними вступать в диалог, не должны с ними сочетаться. Потому что, если мы начнем беседовать, потому что бесплотный дух, он дух, и ум наш бесплотен. И вот этот бесплотный дух с нашим бесплотным умом начинает вступать в собеседование. Чему-то наущать, чему-то советовать. Ты сделай так, смотри, вот тебе это нравится, зайди, купи или продай, возьми, оскорби, сделай ему вот так. Откуда это? Это наше? Нет. Мы все по образу и по подобию Бога. А вот эти мысли от врага всеваемые, недуховные, неверующие люди принимают за свои. И поэтому сразу делают то, что дьявол всевает в их рассудок. И они начинают брать палку, или там кричать, шуметь, раздражаться. Но человек рассудительный. Почему апостол и пишет, покажите в вере в вашей добродетель. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении братолюбия, в братолюбии любовь. Вы слышите, каждую мысль мы должны сначала рассудить. Откуда она? Вот пришла ко мне мысль. Откуда она? Вот, к примеру, помоги старушке, переведи ее через дорогу. Откуда эта мысль? Понятно, что от Бога. Посети родителей. Ну, поделись какой-то копейкой со страждущим человеком. Вот эта мысль приходит. Просто мысль. Откуда вот эта рассудительность включается в нас? Откуда это? Это от Бога. А я приведу вам буквально два примера. Была одна женщина, которая пришла на исповедь, исповедала свой страшный грех, причем который она ненавидела. И говорит, «Батюшка, вы знаете, я мама, у меня ребенок, но он такой у меня беспокойный, кричит, плачет, мне спать не дает. Не могу что-то даже с собой сделать. И как только уже что, только не предпринимали. Крик, крик, крик. Я сама уже с ног падаю. И вот вдруг я уже успокоилась, ребенок немножко так уснул. Мне так стало хорошо. Думаю, чайку попью. Подогрела чайник. Ну, все хорошо. Иду мимо к столу, ребеночек спит. Слава тебе, Господи, успокоилась. И вдруг прохожу у меня мысль, вылей на него кипяток. Господи, я аж испугалась этой мысли. Ну, откуда у меня даже могла возникнуть такая мысль? Господи, прости. И вот она исповедует эту мысль. И такому человеку мы подсказываем, это не твоя мысль. Ты же понимаешь, что ты так и подумать не могла. Ну, конечно, конечно. То есть это мысль от дьявола, который ненавистник любви, добра и всякого милосердия. Вот если ты эту мысль не приняла, не срослась с ней, а выгнала и возненавидела, ты победила. Даже исповедоваться в этом не нужно. Вы знаете, что если вы побеждаете тем, что изгоняете из себя эти злые, дурные помыслы, то даже в этом исповедоваться не нужно. Потому что они постоянно нас атакуют, постоянно. Он же враг, невидимый враг, который, ну, тот, кто пьет, курит, гуляет, веселится, наслаждается, его-то и искушать не нужно. У него мысль одна, ему и бороться с этим не нужно. Он уже в лапах, то есть он раб греха. А человек, который начинает немножко сопротивляться греху, вот тут дьявол видит, что вот сюда соблазнил, ты не соблазнился, сюда подтолкнул, ты не совершил. И вот в мыслях начинается вот эта брань, духовная брань в мыслях, помыслах. Вот они мои мысли, вот уж скакуны, вот уже тянут меня, как конь ретивый. Если я этому поддамся, я так же понесусь и не знаю, где окажусь, если не остановлюсь. И еще один пример. Один человек переходил из магазина по Тургеневскому мосту, через реку Кубань. И когда он проходил, то сделал какие-то покупки, нес в сумочке там, в пакетах продукты, идет через мост домой, несет продукты, все хорошо, еще так размышляет, что завтра будет, куда там еще нужно съездить, что еще доброго сделать. И вдруг прямо на середине моста к нему приходит помысел, мысль, бросься вниз. Он, господи, откуда такая гадость приходит? Даже аж испугался этой мысли. Взял себя в руки, немножко так даже сжал кулачки с этими пакетиками и пошел дальше. А потом рассказал об этом. И таких случаев можно приводить тысячи, когда враг вот в самое какое-то для него удобное время подойдет и нашепчет. Сделай то, сделай пакость, сотвори зло. И вот если мы не рассуждаем, если не ведем эту духовную брань, духовную борьбу, не против плоти, нет, не против кожи, а против злобы духов поднебесной, если мы не бодрствуем, почему Священное Писание говорит, бодрствуйте и молитесь, да не внидите в напасть. Бодрствуйте, ибо враг ваш, дьявол, как лев рыкающий, ищет, кого поглотить. Вы слышите? Он не просто котенок. Он как лев готовый пожрать каждого из нас. Он есть. Вот почему церковь говорит, крестись, молись, ходи в храм, пастись, потому что рот сей не изгоняется, только молитвой и постом. Вот что об этом пишет один премудрый старец. Хульный дух не вредит душе и не бывает грехом, когда душа не только не соизволяет хуле, но и ненавидит ее. И что самое, ненавидение хулы достаточно для успокоения души. Вы слышите? Оказывается, даже ненависть к этим мыслям, неприятие ее, несоизволение к ней дает успокоение душе, потому что ты оказался победителем. Мне хотелось бы в завершение дать вам один совет, который дают наши подвижники благочестия. Как только придет хульный помысел, злая мысль от нечистого духа всеваемая, не переживайте, их будет еще очень много. Их было много и будет очень много. Потому что враг рода человеческого, у него опыт искушать людей 8 тысяч лет. Он знает, какими мыслями к кому из нас подступить. Они совершенно разные. И вот этот шепот, вот это, знаете, нашептывание греха, в самую такую подходящую для него минуту, мы должны отражать, внимание, словом, «не соизволяю». «Не соизволяю». Запомните это слово. Как только придет какой-то злой, недобрый, хульный помысел, даже хула на Бога, на иконы, на все святые тайны, которые вы всегда с благоговением принимали, и относились к ним. «Знаете, враг рядом». И говорите, говорите ему, «не соизволяю, не соизволяю, нет моего изволения на эти хульные злые помыслы». И попробуйте, понаблюдайте. Все успокаивается. Дорогие, мне хотелось бы посоветовать вам, чаще призывайте имя Господа. Ведь сам Господь сказал, кто призовет имя Господне, спасется. Давайте чаще повторять эту спасительную молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, потому что всякий, кто призовет имя Господне, спасется», говорит святой апостол Павел. Потому Священное Писание говорит нам, что всякий, вы слышите, каждый, верующий, или еще только на пути, сомневающийся, или, может быть, далекий от всех церковных традиций. Но если ты призовешь имя Господне, ты почувствуешь его силу. Давайте чаще призывать имя Господа, чаще приходить в храм Божий, чаще исповедаться и причащаться, чаще молиться и побеждать эти хульные злые помыслы, чтобы быть победителями зла и оставаться с добрыми мыслями, и, значит, с доброй жизнью и радостью уже здесь, на земле. Храни вас всех, Господь, и Пресвятая Богородица! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова